Всем привет! Сегодня, как и обещала, рассказываю о том, как готовить домашние полуфабрикаты после заморозки. Я не буду показывать все подряд, расскажу о тех, по которым возникают вопросы в комментариях, ну и о заготовках, которые оказались новыми для большинства. Начну с самого популярного полуфабриката. Много вопросов было о том, как жарить котлеты после заморозки. Здесь все очень просто. Выкладываю замороженные котлеты на разогретую сковороду и жарю в масле на огне выше среднего 2 минуты с одной стороны и одну минуту с другой. Затем огонь убавляю на минимум и доготавливаю под крышкой минут 12-15. Но во всех рецептах нужно учитывать особенности своей плиты и своей посуды. Эти котлеты остаются сочными даже после заморозки. У меня их любят все, в том числе самые привередливые. Много сока скапливается в кармашке, в этом его основной смысл. Котлеты замораживаю всегда, без них не обходится ни одна моя заготовка полуфабрикатов. С наггетсами дела еще проще, их тоже не размораживаю. Обжариваю в масле на хорошо разогретой сковороде 2 минутки на большом огне с одной стороны, затем переворачиваю, убавляю огонь на минимум и жарю еще 7-8 минут. Сыр, как видите, совсем не течет, а напротив образует хрустящую корочку. В то же время внутри они мягкие и сочные. Фрикадельки я не размораживая добавляю в суп минут за 8-10 до готовности или тушу в соусе. Для начала обжариваю до корочки, это минуты 3. Затем добавляю столовую ложку домашней томатной пасты. Доливаю миллилитров 150-200 воды и после закипания тушу примерно 5-6 минут. В первом выпуске о заморозке я рассказывала о загустителе для соуса на растительном масле. Здесь он как раз к месту. Чайную ложку загустителя размешиваю в соусе. Он сразу начинает густеть. Добавляю соль и выключаю. Детям очень нравится, особенно со спагетти. Их можно готовить и без предварительной обжарки, просто протушив в соусе. Зачастую соусы готовлю на бульоне, который замораживаю маленькими объемами. Здесь примерно 120 миллилитров всего. Если контейнеры прогреть под струей воды, бульон с легкостью выскользнет из них. Добавляю неполный стакан воды, соль и после закипания тушу под крышкой минут 10. Добавляю загуститель и спустя минуту все готово. А вот замороженные рыбные шарики я всегда сначала обжариваю. Структура у них очень нежная, чем-то напоминает суфле. На обжарку нужно минуты 4 на огне выше среднего. Тем временем подготавливаю основу для соуса. К 70 граммам сметаны добавляю 180 граммов воды, 50 граммов полутвердого сыра, натертого на мелкой терке и смешиваю. Вливаю эту смесь в сковороду и тушу до растворения сыра и сгущения. Это минуты 3. Хорошо сочетаются эти фрикадельки с картофельным пюре или рисом. Очень воздушные и нежные они получаются. Мини колбаски обжариваю в масле не размораживая 2-3 минуты на огне чуть больше среднего. Затем переворачиваю и доготавливаю на минимальном огне 6-8 минут. Колбаски эти остренькие и пряные, для детей не подходят, а вот взрослым придутся по вкусу. Почти любой гарнир здесь будет уместен. Зразы тоже не размораживаю. Я взяла по одной штучке с грибами и с капустой. Готовлю их в масле. Очень важно хорошо разогреть сковороду. Сначала выбираю средний нагрев и жарю минуты 3-4. Затем переворачиваю и готовлю под крышкой на минимальном огне 7-8 минут. Они достаточно сытные и не требуют гарнира. Остается только салатик добавить. А вот фалафель я готовлю двумя способами. Жарю и запекаю. Предварительно не размораживаю и в том и в другом случае. Для жареной версии отправляю на хорошо разогретую сковороду с приличным количеством масла и готовлю на огне меньше среднего регулярно переворачиваю. Минут 15 на это уйдет. Если готовлю в духовке, кладу в форму пару зубчиков чеснока для аромата и запекаю с конвекцией при 170 градусах 20-25 минут. Я всегда добавляю сюда разные овощи и обязательно лимон. Это блюдо требует соуса. Кому-то нравится со сметаной, а кто-то больше любит с хумусом. Конечно, запеченная версия полезней, но жареная вкусней. Если вы не пробовали, попробуйте, особенно если хочется чего-то новенького. Здесь главное начать. Большинство полуфабрикатов с косточкой перед приготовлением нужно разморозить, в идеале в холодильнике. Это же касается и рулетов, которые готовятся целиком. Рулет из прошлого видео утром я переложила из морозильной камеры в холодильник. К вечеру он был разморожен. Кладу его в форму для запекания, а рядом можно расположить и гарнир. Запекаю при 180 градусах примерно 40 минут. Рулет раскрываю прямо в противне. Выделившийся сок не пропадет, выливаю его к овощам. И если они не успели дойти до готовности, можно вернуть их ненадолго в духовку. Но у меня за это время, как правило, все успевает приготовиться. Можно этот рулет есть и горячим, как основное блюдо, и холодным, как закуску. Он очень и очень вкусный и, как видите, очень сочный. Ранее я показывала, как готовить после заморозки другие рулеты. Ссылку на видео для тех, кто не видел, я оставлю в описании. Полуфабрикаты из чечевицы с овощами я, не размораживая, выкладываю на противень, смазанный маслом. И их тоже слегка смазываю маслом. Ставлю в холодную духовку и включаю ее на 160 градусов. Примерно через 30 минут все готово. Они очень и очень сытные. Мне хватает одной такой штучки, чтобы наесться. Структура у них мягкая, отчасти пюреобразная. Начинка сочная. По сути, это овощное рагу. Вкус начинки полностью зависит от овощного набора и специй. Можно выбрать компоненты по своему усмотрению. Если любите чечевицу, попробуйте. Кроме того, в ней много белка. В этом смысле она полностью может заменить мясо. Сырники готовлю тоже в замороженном виде по такому же принципу. Ставлю в холодную духовку и разогреваю ее до 160 градусов. Через 25-30 минут от момента включения духовки достаю. Они стали более пышные, очень воздушные и нежные. Начинка может быть любая. Джем, ягоды, шоколадная паста, все что угодно на выбор. Как видите, полуфабрикаты и после заморозки сохраняют сочность, структуру, вкус и аромат. Но, к сожалению, через камеру это не передать. Кто-то говорит, что в морозилке смешиваются все запахи и заготовки становятся заветренными. Чтоб такого не происходило, хранить их нужно в герметичных контейнерах или плотных пакетах, желательно с замками. Я в своей морозилке с такими проблемами не сталкивалась. Хотя у меня совершенно обычная, не отличающаяся особенностями модель. Но я совершенно не настаиваю и не пропагандирую, лишь делюсь опытом с теми, кому это нужно и интересно. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.